Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как правильно использовать место для хранения на кухне. Сразу же скажу, речь пойдет о кухнях маленького размера, потому что на кухнях большого размера вопрос о хранении не стоит. У вас есть много шкафов, и вы в них можете положить все, что вам вздумается. Но вот когда речь заходит о кухнях маленького размера, тут и встает вопрос, как мне уместить большое количество вещей на маленькой площади. И об этом это видео. Сейчас мы находимся на объекте, площадь кухни в котором составляет всего 5 квадратных метров. До этого мы уже разместили здесь очень много всего. Например, вот эти сковородки. Было предложено повесить их на стену. Как вы видите, сковородок довольно много, и если бы мы их уместили в какой-то шкаф, они бы занимали достаточное количество места. А так, повесив их на стену, они очень много экономят пространства, и стена, которая до этого никак бы не использовалась, теперь экономит нам довольно много места в шкафу. Также, например, вот здесь. Обычный шкаф с одной полкой. Мы установили еще одну, и таким образом очень много специй в баночках теперь умещается здесь. Также предложено было заказчику установить вот таким образом ножи. Видите, у него 7 ножей. Мы их прикрепили на магниты, на магнитные держатели, и вмонтировали в дверку. Таким образом, опять же, дверка, которая, кроме как дверка, больше никак не используется, ниша в дверке теперь занята ножами. Естественно, вот этот шкаф, также было установлено достаточное количество полок, для того, чтобы хранить здесь различные вещи для выпечки, противень и так далее. Естественно, вот здесь тоже были установлены для рамикенов, для всяких отличных мерных стаканчиков. Также были вот такие вот полочки изготовлены, для того, чтобы и эта ниша вытяжки также как-то использовалась. Суть же этого видео заключается в том, что заказчик уже приобрел нужные ему сковородки, и дело дошло до кастрюль с сотейниками. Как вы понимаете, такие вещи имеют крышки, и вешать их, а крышки складывать где-то отдельно, нецелесообразно, тем более, что вешать их уже особо некуда. Поэтому я предложил использовать также и вот эту нишу под раковиной. Как вы видите, места здесь достаточно много, но отсутствие полочек портит всю картину. Без полочек сюда можно поставить либо мусор на ветру, либо какой-то большой мешок какой-то картошки, чего-то, но никак не использовать нишу для хранения посуды. Ну, во всяком случае, пару кастрюль на пол поставили, и все. А складывать их друг в друга, я считаю, опять же, нецелесообразным, так как крышки отдельно складировать это тоже не дело. Поэтому решение такое. Мы сделаем туда капли. Все, что мы делали до этого, мы ставим туда полочки. Но полочки необычные. Смотрите, до этого вместе с этой кухней был куплен вот такой вот стол. Стол имел довольно массивные ножки, вот такие вот. Но впоследствии мы их разобрали, поставили другие, а ножки оставили. Теперь мы их использовали. Смотрите, ножки имеют немножко неровную конструкцию, то есть они не прямоугольные, они немножко такие конусообразные, но ничего, мы их поставили вот так валетом, и у нас получилась вот такая вот очень красивая полочка. Полочка, естественно, отрезали по нужному нам размеру и получили вот такую полочку с обратной стороны, скрепив вот такими вот соединительными пластинами. Таким образом у нас довольно крепкая полочка. Это полочка номер один, это полочка номер два. Но, как вы понимаете, изготовлением одних полочек не отделываешься. Нужно придумать, как их крепить. Соответственно, мое решение было таким. Вот с этой стороны, где у нас стенка шкафа, мы закрепили вот такие вот алюминиевые уголки. Вы можете их сейчас видеть. Алюминиевые уголки, на которых будут крепиться, соответственно, правая сторона полочки. Но вот с той стороны, со стороны самой раковины, у нас никаких креплений нет. Соответственно, я изготовил вот такое. Вот такое крепление. На самом деле, вот эта конструкция, она может быть любой ширины. У нас была такая, поэтому мы просто отрезали ее по нужной длине и прикрепили сюда на ту же высоту, как и с той стороны. Прикрепили вот такие вот алюминиевые, опять же, уголки. Таким образом, эта конструкция выглядит примерно вот так. Вот так она туда вставится. И полочки ставятся на нее. Ее, когда полочки мы закрепим, даже не придется нигде крепить. Я сначала об этом думал. Думал закрепить ее там и там. Но, на самом деле, как показала практика, это все не нужно. Теперь, что касается самого крепления полочек к этой конструкции. Смотрите. Полочки не просто ставятся. Если они просто бы ставились, тогда нам пришлось действительно укреплять вот этот каркас. Но даже укрепив его, полочки бы все равно вот так гуляли. Чтобы этого избежать, мы их на один саморез. Для чего мы, кстати, соединяли пластинами вот эти две доски. Для чего? Для того, чтобы не использовать два самореза. Мы бы могли их вообще не соединять. Просто поставить сюда и закрепить одну к уголку и вторую. Но, чтобы сэкономить уголки и там сверлить отверстие, в общем, сэкономить время и деньги, мы сделали вот таким образом. Просверлили здесь одно отверстие и второе в потай. Ну, потому что здесь будут использоваться не саморезы, а болты. Соответственно, чтобы шляпка болта, она большая, чтобы она уходила заподлицо и сковородками это все не наезжало, мы сделали отверстие в потай. Одно на 4, другое на 9 миллиметров. Это первое. И, соответственно, как это выглядит? Здесь тоже отверстие на 4 миллиметра. Соответственно, полочка вот таким образом ставится. Видите, мы отмерили. И сюда вставляется саморез, ну, вернее, полт и крепит полочку с этой стороны. Естественно, аналогичным образом отверстие с этой стороны и крепится с той стороны. Это первая полочка и вторая. Когда они все закреплены из-за тяуты, что я сейчас покажу, эта вся конструкция вставляется туда под мойку и, поверьте мне, держится очень плотно. Вот такое вот решение. Сейчас я это все соберу, и вы сами все это увидите. Сейчас я, собственно, при вас все это соберу. Здесь у меня специально помечено near и far, то есть дальняя и ближняя сторона. Вот это у нас ближняя, ближняя, соответственно, та. Вот это будет у мойки, значит, она дальняя. Ну и также подписано, что это нижняя полка, да, он. Значит, мы делаем вот таким образом. Ставим эту полку сюда. Здесь у меня уже болтик. Выкручиваем. Вот так соединяем с отверстием. И закручиваем гайку. Ну и, соответственно, закручиваем с этой стороны отверткой. Соответственно, вот эту конструкцию заводим туда. Вот видите, уже прочность довольно большая. Ну, когда мы поставим вторую полку, ее также заводим прямо отсюда. И вот так устанавливаем. Сюда и сюда. И так же закрепляем. Ну и, соответственно, аналогично с той стороны. Когда мы все это закрепим, конструкция получается настолько прочной, что, поверьте, сюда можно ставить, ну, уж для кастрюли, по крайней мере, этого точно будет достаточно. Ну, вот таким образом мы работаем в труднодоступных местах и закручиваем, где отвертка уже не подлезет. Вот такой трещоточкой. На нижнюю полку мы ставим вот такой вот сотейник. Тут даже уместится их два, но просто пока один. И сюда вот так вот кастрюли. И того получается. На верхней полке у нас размещается кастрюля, миски и сушилка для салатов. Дальше у нас идет также кастрюля, кастрюля и ковш. На нижней у нас полка для сотейника, ну, или сотейников. Здесь у нас располагается то, что клиент раньше еще было у него куплено. Ну, то есть, фактически уже такая, грубо говоря, что для хранения чисто то, что не будет особо использоваться. Ну, естественно, вы видите все прекрасно, что у нас тут сделано всего две полки, на которых уже достаточно много всего располагается. Там просто в нише все стоит. Но, естественно, здесь можно сделать еще полки. То есть, у нас г-образная конструкция. Естественно, можно сюда сделать еще полки. То есть, еще вот так одну, ну, такую же полку, только разместить ее уже, ну, таким же образом, параллельно. Можно сделать что-то еще здесь. Ну, это мы еще будем думать. Но смысл такой, что вот она идея, которая достаточно много экономит места. Раньше здесь все без полок, просто друг в друга. То есть, куча была нагайбана. Сейчас это все на полках. И можно каждую деталь, каждую вещь, каждую кастрюлю можно использовать сразу. То есть, не нужно уже снимать кучу всего, чтобы достать нижнюю. Потому что нижняя лежит просто снизу, а на ней ничего больше не располагается. Вот такой вот интересный совет. Ну, а на этом у меня, собственно, все. Рационально используйте все свободные места и ниши на ваших кухнях. И да пребудут с вами маленькие уютные кухни, в которых все свободно помещается. А с вами, как всегда, был Евгений Кулаков. До новых встреч. До свидания.